Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатуйствует за нас воздыханиями неизреченными. Псалом 130. Песнь «Восхождение» Давида. «Господи, не надмивалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокоивал ли души моей, как детяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру, ибо и братья Его не веровали в Него». На это Иисус сказал им, «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела Его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник неявно, а как бы тайно. Иудеи же искали Его на празднике и говорили, «Где Он?». И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что Он добр, а другие говорили, «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, «Как Он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение, не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня?» Народ сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал Я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот Он говорит явно, и ничего не говорят Ему. Не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос? Но мы знаем Его, откуда Он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете Меня, и знаете, откуда Я. Я пришел не Сам от Себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня». И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его. Многие же из народа уверовали в Него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе и послали фарисеи и первосвященники-служителей схватить Его. Иисус же сказал им, «Еще недолго быть Мне с вами, и пойду к пославшему Меня. Будете искать Меня, и не найдете, и где буду Я, туда вы не можете прийти». Присем иудеи говорили между собою, «Куда Он хочет идти, так что мы не найдем Его? Не хочет ли Он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значат сии слова, которые Он сказал? Будете искать Меня, и не найдете, и где буду Я, туда вы не можете прийти». В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой?» Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, «Он точно Пророк». Другие говорили, «Это Христос». А иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям. И сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Книга пророка Иеремии Глава 37 Вместо Иехании сына Иоакима царствовал Сидикия, сын Иосии, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, поставил царем в земле Иудейской. Ни он, ни слуги его, ни народ страны, не слушали слов Господа, которое говорил он через Иеремию пророка. Царь Сидикия послал Иегухала, сына Селемии, и Сафонию, сына Моосеи, священника, к Иеремии пророку сказать, «Помолись о нас, Господу Богу нашему!» Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темничный. Между тем, войско фараонова выступило из Египта, и халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышавши весть о том, отступили от Иерусалима. И было слово Господник Иеремии пророку. Так, говорит Господь, Бог Израилев. «Так скажите царю Иудейскому, пославшему вас ко мне, вопросить меня. Вот войско фараонова, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою, в Египет. А халдеи снова придут и будут воевать против города сего, и возьмут его, и сожгут его огнем. Так, говорит Господь, не обманывайте себя, говоря, непременно отойдут от нас халдеи, ибо они не отойдут. Если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы, каждый из палатки своей, и сожгли бы город сей огнем». В то время, как войско халдейское отступило от Иерусалима по причине войска фараонова, Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа. Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи по имени Иерия, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию пророка, сказав, «Ты хочешь перебежать к халдеям?» Иеремия сказал, «Это ложь, я не хочу перебежать к халдеям». Но он не послушал его и взял Иерия и Иеремию и привел его к князьям. Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу, в дом Иоаннафана Песца, потому что сделали его темницею. Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней, царь Сидикия послал и взял его, и спрашивал его царь в доме своем тайно, и сказал, «Нет ли слова от Господа?» Иеремия сказал, «Есть», и сказал, «Ты будешь предан в руки царя Вавилонского». И сказал Иеремия царю Сидикии, «Чем я согрешил перед тобою и перед слугами твоими и пред народом сим, что вы посадили меня в темницу?» И где ваши пророки, которые пророчествовали вам, говоря, «Царь Вавилонский не пойдет против вас и против земли сей?» И ныне послушай, государь мой царь, допадет прошение мое пред лице твое. Не возвращай меня в дом Иоаннафана Песца, чтобы мне не умереть там. И дал повеление царь Сидикия, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы Хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе. И так оставался Иеремия во дворе стражи. Книга пророка Иеремии Глава 38 «И услышали Сафатия, сын Матфана, и Годолия, сын Пасхора, и Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря». Так говорит Господь. Кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы. А кто выйдет к халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. И он останется жив. Так говорит Господь. Непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его. Тогда князья сказали царю. Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова. Ибо этот человек не благоденствия желает народу сему, а бедствия. И сказал царь Сидикия. Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь. И погрузился Иеремия в грязь. И услышал Авдемилех, Ефиоплянин, один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму, а царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдемилех из дома царского и сказал царю. «Государь мой царь, худо сделали эти люди, так поступившись Иеремию пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе». Царь дал приказание Авдемилеху, Ефиоплянину, сказав «Возьми с собою отсюда тридцать человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер». Авдемилех взял людей с собою и вошел в дом царский под кладовую и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдемилех, «Эфиоплянин Иеремии, подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки». И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы. И оставался Иеремия во дворе стражи. Тогда царь Сидикия послал и призвал Иеремию пророка к себе при третьем входе в дом Господень и сказал царь Иеремии, «Я у тебя спрошу нечто, не скрой от меня ничего». И сказал Иеремия Сидикии, «Если я открою тебе, не предаш ли ты меня смерти? И если дам тебе совет, ты не послушаешь меня». И клялся царь Сидикия Иеремии тайно, говоря, «Жив Господь, который сотворил нам душу сию, не предам тебя смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твоей». Тогда Иеремия сказал Сидикии, «Так, — говорит Господь, Бог Саваов, Бог Израилев, «Если ты выйдешь к князьям, царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой». А если не выйдешь к князьям, царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». И сказал царь Сидикия Иеремии, «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не наругались надо мною». И сказал Иеремия, «Не предадут». «Послушай, гласа Господа в том, что я говорю тебе. И хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они, «Тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя, и всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь от рук их, но будешь взят рукою царя Вавилонского и сделаешь то, что город сей будет сожжен огнем». И сказал Сидикия и Еремии, «Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. И если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе и скажут тебе, скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебе смерти, и так же, что говорил тебе царь, то скажи им, «Я повергнул пред лице царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там». И пришли все князья к Еремии и спрашивали его, и он сказал им, согласно со всеми словами, какие царь велел сказать. И они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. И оставался Еремия во дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим. И Иерусалим был взят. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатуйствует за нас, воздыханиями неизреченными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok